Глава 43 Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль, Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, Ибо Я, Господь Бог твой, Святый Израиль, Спаситель твой, Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Итак, теперь постараемся не только освободиться от зла, Но будем особенно и всегда стараться быть близкими к Богу. Хотя бы иной освободился от всех бедствий и притеснений, Тем не менее, если он находится вдали от помощи Божией, то это хуже всяких бедствий. Священное Писание представляет нам многочисленные примеры этого. Отроки в пищи радовались более, чем те, которые находились вне пищи. В то время, как царь вместе со своими воинами испытывали душевные муки, Кроме того, и сами иудеи, когда вергли апостолов в вузы, Подверглись большему смущению, чем апостолы. Такова природа добродетели, что даже и во время мучений Она сохраняет своих почитателей без смущения. А зло имеет такую природу, что даже во время самого мира Оно подвергает преступных смущению. Подобно тому, как приятные и животворные весенние ветры Не оказывают никакой пользы для тела, подверженного лихорадочному состоянию. Так нет никакой пользы нашим душам, Хотя бы они были лишены бедствий, Если люди находятся под бременем великих грехов. Я Господь Бог Святый Израиля. Смотри, каким образом Он показывает Свою силу и волю. Что означают эти слова? Ничто иное, как Его славу, ради которой Он избрал тот народ, Который был всегда Его народом. Сотворил. А другие переводчики говорят, искупление дал за Тебя Египет. Я поражу их и разрушу ради наказания, которым они Тебя подвергли. Не бойся, я с Тобою. Нет иного утешения, равного этому утешению. Это же обещал Иисус Христос ученикам, говоря Исея. С вами во все дни, до скончания века. Моею славою собрание их будет. Я, говорит, прославлюсь. Как и апостол говорит, в получении славы Господа нашего Иисуса Христа, в явлении Его. Как по иным причинам, так особенно ради моей славы. Я не оставлю вас в чужой стране. И выявил людей слепых. Здесь говорится о начальниках, которые были слепыми. Все народы собрались вместе. Совершенно никто не мог когда-либо возвестить этого, то есть того, что произойдет с ними. Вам принадлежит возвещение о том, что касается вас и иных. А тем не принадлежит возвещение даже о том, что касается их. Итак, кто сможет все это возвестить? Да придут свидетели свои, как бывает на суде, и оправдаются. Если они смогут показать свое право и будут говорить правду, то я не боюсь исследований и не оставлю без внимания, говорит Бог. Да приведут свидетелей своих, если они таковых имеют. В людей или, так каковы и суть пророки, и вы, потерпевшие наказание, или книги, в которых я говорил прежде о многом, исполнил. Смотри, он скромный и без всякого насилия показывает право. Итак, после того, как он обличил теперь врагов, он обращается с речью к евреям. 10. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я, прежде меня не было Бога и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Разве я не исполнил потом истина того, что предрозвестил? Хотя я, говорит, Бог, сам по себе достойный и верный свидетель, однако и вы также будете мне свидетелями. Смотри, как Бог премудро показывает свое право. Сколько раз он говорит в Евангелии, я свидетельствую о самом себе. Истина есть мое свидетельство. Свидетельство, это мне пославший меня Отец. Так и здесь, говорит, и отрак мой, которого избрал, называясь свидетелем и пророка. Это, говорит, я говорю ради вашего спасения, чтобы узнали и уверовали и уразумели. Видишь ли, он всегда предпочитает веру мудрости. Итак, что же должно сказать о сыне? Не думай, что рожденный не есть также Бог, но что сотворенный не может быть Богом. Видишь ли, он всегда и везде полагает перед нашими глазами свою вечность и творческую силу. Как он представил нам в доказательство божества то, что не имеет начала, так теперь вместе с творческой силою показал предвидение. Такими-то знамениями и примерами он показывает нам Бога. Я Бог, и нет иного кроме меня. Вы, говорит, не молили меня и не убеждали, чтобы я был вашим спасителем. Но я пожелал вашей свободы по своей воле. Не думаю, что такая свобода совершилась случайно. Сам я, говорит, предвозвестил и потом исполнил. Я возвестил и спас. Где те богы, которым вы заколали и приносили жертвоприношения? Что бы вы ни говорили, идолы ничего не предвозвестили по своей воле и намеренно укорив, говорит Бог. И тем не менее они не могли возвестить вам ничего. Я же, говорит, хотя и укорял меня, ассириан, внезапно проявил свое могущество. 12. Я предрек и спас и возвестил, а иного нет у вас. Видишь ли силу над всеми силами? Видишь ли власть, господствующая над всеми господствами? 12. Ради вас пошлю, Вавилон, то есть вас ради, я предам их мучению. 13. Я, Господь, Бог Святый. По-видимому, он указывает на зарабоверие, а в действительности на Христа. 14. Покажу вам царя Израилева. 15. Он приводит им на память прежние чудеса, которые дает путь по морю. 15. Чтобы возбудить веру в последующий и по воде сильную стезю, то есть на бурном море, которое постоянно пенится от постоянных ветров. 16. Двойное чудо проложит путь и на водах, и на том море, которое постоянно угрожает шумящими волнами. 16. Но вместе уснут и не встанут. 17. Хотя они перед глазами имели столько картин, то есть египтян и море, однако они сомневались относительно награды. 17. И не вспомнят первой. 18. Тогда я рассек море и поставил волны, как стену. 19. Теперь я повелеваю протекать в безводной рекам. 19. По пути в пустыне и реки в безводной сперва обозначают метамортические освобождения народа из-за Вилонского плена, 20. А потом в действительности учения Христова по написанному «реки и чрево потекут воды живой». 20. А ты, Яков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня, ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжениями, 20. И жертвами твоими не чтил меня, то есть издревле с отдаленного времени, когда не было жертву. 21. Для того, чтобы они, возвратившись из плена, не пренебрегали прочими добродетелями, полагая свое спасение только в жертвах. 22. Смотри, он исторгает из их душ такое мнение не только для восхищения грешников, но и для промышления добрых, чтобы они никогда не впадали в ту же вину. 23. Добрава Ливана, говорится, не хватит этого лесу на всесожжение. 24. И также, «Разве я ем мясо волов или пью кровь козлов, вишликах посредством вышесказанного?» 25. Он их более располагает к вере. 26. Разве я не возлюбил тебя вначале, когда еще не существовали жертвоприношения? 27. Он говорит это потому, что они присвояли все это себе для славы. 28. Читая прежнее, ты узнаешь, что я призвал тебя без жертв, а из позднейшего ты узнаешь, 28. Что я освободил тебя также без жертвоприношения, и не трудились для меня, чтобы они приносили мне ладан от крайних пределов. 29. Благовонного тростника они приносили, но сохранил тебя в грехах твоих и в неправдах твоих. 29. То есть, хотя ты в продолжении своих дней пребывал во грехах и в неправдах, однако я не лишал тебя своей защиты. 30. Мне кажется, что этими словами он указал на то время, когда они вращались в Египте. 31. Я сам, заглаждающий беззаконие твои ради себя и грехи твои ради меня, не помяну. 31. Не только, говорит, я смягчаю твое наказание, но и грехов твоих не помяну. 32. Если ты не желаешь иметь против кого-либо ненависти, то ты не только не говори о том на словах, но не вспоминай о вине его и в уме. 33. Не только должно щадить неправды грешников, но должно совершенно отгонять от твоей души и самый гнев. 34. Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. 35. Пратец твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. 36. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Якова предал на заклятие, и Израиля на поругание. 36. Видишь ли, он воздвигает судилище и объявляет победу по суду. 37. Как выше он сказал, делайте то, судите сироту, оправдайте вдовицу, придите тогда рассудим. 38. Сначала научая, как можно победить, а потом призывает на суд. 39. Подобным образом поступает и здесь. 40. Ты, говорит, вспомни все, чтобы могли судиться. 41. Почему, говорит, ты же вспомни? 41. Чтобы они уразумели величину благодеяний. 42. Тот, кто любит кого-либо, желает обнаруживать, что он близок к его сердцу, так, чтобы любимый им помнил о благодеяниях, не забывал об них, по крайней мере понимал, от каких грехов он освобожден. 42. Ты, говорит, никогда не думай в своей душе, что я вступаю с тобой в суд для того, чтобы осудить тебя, но для того, чтобы открыть тебе, насколько я люблю тебя. 43. Не я объявляю твои грехи, но ты сам расскажи о них, и тогда ты узнаешь, какие язвы уврачевал я. 44. Потому я и говорю, ты же помни, чтобы ты сам себя оправдывал, для этого же достаточно, чтобы ты сам исповедал, а я не говорил ни слова. 45. Уже ли теперь нет грехов? 46. Уже ли теперь вы не отступили от меня и осквернились, князи, святыни мою? 47. Некоторые говорят в проклятии, а еврейский текст говорит в проклятии Якова в осуждении Израиля. 48. Одно другие говорят в злохулене. 48. Видишь ли, что все дела твои лживы? 49. Что значит, что отцы ваши согрешили? 50. Я молчал, а вы положили начало. 50. Скажи беззакония твои, немедленно, не выжидай мои речи, как и другой говорит. 51. Притча 18.17. 51. Вот он всегда побуждает нас к тому, чтобы мы искали той пользы, которой годна как для праведника, так и для грешника. 51. Почему ты скрываешь свои грехи? Их должно показать или здесь, или там. 52. Если дело обстоит таким образом, то их полезно показать здесь, чтобы ты мог избавиться от них. 53. Почему ты боишься смерти за Бога, если, как признано, умереть необходимо? 54. Если это так, то лучше умереть за Бога. 55. Почему ты прилепляешься к богатствам, которые против нашей воли нужно будет оставить? 55. Если же это верно, то оставим их добровольно. 56. Почему ты желаешь славы и прочего подобного? 57. Разве все это не отойдет от тебя? 58. Разве Бог никогда не отнимет от тебя этого? 59. Почему же ты не упражняешься в благочестии, когда знаешь, что всегда должен воздерживаться от зла? 59. Мы между собой говорим так. Какая польза мне? 61. Разве я не благодарю тебя, если ты делаешь это ради меня? 61. Разве не нужно было этого делать? 61. Но Бог поступает не так. 62. Если тебе приключается какое-либо естественное зло, и ты его ради, терпеливо его это переносишь, 63. То он не оставляет тебя благодарностью даже за эти заслуги. Видео? Продолжение следует...